Анастасия Панькова После перерыва Анастасия наконец вернулась к привычному обучению вождению. Первым делом в автошколе у нее проверяют температуру. Результаты заносят в специальный бланк. За руль она садится в маске и перчатках. Такие требования ко всем курсантам. Девушка мечтает о своем автомобиле, поэтому обучиться искусству вождения Анастасия пришла в автошколу, которую посоветовали многие. ДСАФ я посмотрела, что это одна из автошкол, у которой высокий рейтинг. И многие посоветовали, многие знакомые учились, посоветовали. И обучение проходит мне очень нравится. Инструктора все объясняют, все по шагам, все четко, ясно. Автошкола ДСАФ с особым вниманием подошла к мерам безопасности. Каждый инструктор специальными средствами обрабатывает все поверхности салона, каждую деталь, к которой прикасались курсанты и преподаватели. Вождение, практическую часть мы можем преподавать. Соответственно, мы в машине принимаем все меры безопасности. Значит, обрабатываем машину перед каждым курсантом, перед одним и перед следующим. Ну, то есть перед каждым курсантом проходит обработка. Надеваем перчатки, маски и кандидат водители также с этими же мерами безопасности. После каждого курсанта происходит проветривание. Школа ДСАФ учит вождению на все категории. Будь то мотоцикл, который так популярен сейчас у молодежи, или же многотонный грузовик с прицепом. Будущих защитников отечества совершенно бесплатно обучают профессии водителя грузовика. Это очень пригодится в армии. К слову, спрос на обучение в автошколе постоянно растет. Не исключением является и категория А. Тарас оттачивает свое практическое мастерство на площадке. Параллельно этому изучает теорию дома. Вполне удобно, можно обучаться дома. Там есть тесты, задания определенные. На каждую тему все можно прочитать, увидеть, пройти определенное тестирование, определенное время. Все как бы, в принципе, понятно. Хотел мотоцикл освоить, решил обратиться именно сюда. Здесь, говорят, компетентные люди, очень хорошие. Почему дома? Все так же в целях безопасности. Собирать полные классы и преподавать теорию в наше время еще не разрешено. Поэтому каждый курсант проходит ее дома при помощи видеоуроков и различных тестов. А если что-то не получается, то опытные преподаватели через интернет помогают разобраться в теме. Теорию можно пройти в удобное для вас в любое время, хоть вечером, хоть утром, хоть вернуться к пройденным темам в любое время можно. Пройти тесты, перерешать. Все результаты мы видим у себя в системе. Мы набрали уже три группы за период режима самоизоляции, пока еще никто не жаловался. Вот категория А уже начали сдавать на этой школе экзамен, пока сдают успешно. Рейтинги у автошколы впечатляющие и опыт большой. Водителей здесь готовят 70 лет. Согласно статистике, курсанты этой школы реже попадают в аварии. При этом чаще всего ученики сдают на права с первого раза. Студентам и работникам бюджетной сферы в ДСАФ делают хорошую скидку. Всем желающим предоставляется рассрочка на время обучения. Кстати, сейчас скидка на дистанционное обучение – 1 тысяча рублей. Самое время обратиться в автошколу ДСАФ. Сергей Каленик, Дмитрий Воронушкин. Новости Верхниками.